Бездействие коммунальщиков смывают кровью жителей. В одном из многоквартирных домов Кстова ступени крыльца пришли в настолько плохое состояние, что стали представлять опасность для жителей. Одни там сломали ноги, другие расшиблись так, что кровью залили весь подъезд. У нас упал дедушка, он ходил за хлебушком в магазин рядом. Шел, он ходит плохо, с клюшечкой, ему 87 лет. Шел и споткнулся. Причиной стало то, что он упал, то, что там ямы, они расколоты, разбитые. Одни колдобины, камни, здесь дыра. Он шел, споткнулся и упал. Мы всем подъездом переживали, думали он не выживет. В апреле я также у нас здесь, в нашем же подъезде, подвернула, оступилась, споткнулась, подвернула ногу. В итоге перелом голеностопа, титановая пластина. Молодежь, они могут перепрыгнуть с этой стороны, а старички, которые в возрасте, они ходят, ну голова кружится, они ходят вот так. Понимаете, у нас ни перильцев нет. Вот ходят, а здесь споткнулись и упали. Вот так мы живем. В жилищную комиссию ходили, в ГДУК неоднократно ходили. Депутатский запрос есть у нас. Представители ГДУКа нам культурно отвечают, что смету делаем. Потом говорят, что таких аварийных трилец, их много. Ну, смотрите, да, вот здесь ступеньки провалились с одной стороны, провалились с другой стороны. Те, которые не провалены, они уже, мы видим, да, они уже просто рассыпались. Я не знаю уже, на чем тут держатся перила, но на чем-то еще пока держатся. Сами жители, да, своими руками оградили вот этими ленточками, чтобы не попасть, не провалиться в ямы. А это тоже, глядите на честном слове, я говорю, ковыркнется и не вылезешь. Это длится уже тоже не первый год, 22-го, по-моему, или 23-го года. Пока изменений никаких нет. Вот все, что управляющая компания сделала, вот неделю назад привезли деревянный трап. Коммунальщики заявляют, что о проблеме знают и ее решат. В плане работы по замене входных групп у нас на этот год этот дом есть. Работаем в этом году. В этом году, в летний период мы эту работу проведем. До наступления осеннего периода. Кстати, с пострадавшим дедушкой мы переговорить не смогли, так как он находится в больнице. Субтитры создавал DimaTorzok